Когда-то Оскар Уайлд сказал свою знаменитую фразу «Я могу устоять против всего, всего, кроме соблазнов». Иисус Христос говорил, что «надобно соблазнам прийти в мир, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Почему такая большая ответственность? Почему такая большая сила в соблазнах? Библия дает исчерпывающий и прямой ответ на этот вопрос. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию немного поразмышлять на тему, о которой мы нечасто говорим. Тему о соблазнах. И хотя вы знаете, Библия достаточно много говорит о соблазнах, и мы, наверное, сами достаточно знаем и текстов из Священного Писания, и различных библейских историй, которые повествуют нам об искушениях и о соблазнах, тем не менее, вслух об этом мы говорим нечасто и не всегда. Наверное, потому что каждый из нас когда-то сталкивался, а может быть и не когда-то, а постоянно сталкивается с соблазнами, и не всегда мы, сталкиваясь с ними, проявляем себя тем должным образом, как знаем. А иногда, может быть, мы и сами становимся как бы причиной или источником соблазнов для других. И об этом не то что говорить, а порой даже вспоминать как-то неловко, неудобно. Для нашего размышления я хочу предложить текст, который записан в Евангелии от Матфея, 18 глава, всем известный нам текст. «Горе миру от соблазнов, говорит Иисус, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Вот такой текст, на первый взгляд, очень такой жесткий, требовательный. Но когда мы размышляем над ним, размышляем над тем смыслом, который Христос вкладывал в эти слова, мы с вами обнаружим, что это имеет непосредственное отношение к моей жизни, к моей повседневной жизни. Мы понимаем, что такую обширную тему, как искушение, как соблазн, вот в данном случае нельзя, наверное, поместить в одну или даже в несколько проповедей. Но некоторые мысли, которые пришли мне на сердце, когда я размышлял над этой темой, которые исходят из этого текста, мне бы хотелось с вами поделиться. И первое, что мы можем отметить, исходя из того, что мы прочитали, что из слов Христа следует, что надлежит соблазнам прийти в мир. Так должно быть. Это не какая-то случайность, это не какая-то диковинка или происшествие в нашей жизни. Так надлежит быть. Это реальность. Реальность нашей с вами жизни. Если говорить объективно, то соблазны подстерегают нас везде. И дома, и на работе. Когда мы смотрим телевизор, и когда мы смотрим интернет, в общение с друзьями, или наоборот в одиночестве, в длительной командировке, соблазны могут проникать в нашу душу и в наше сердце. Потому что проникают они через наши природные, естественные инстинкты, через органы чувств, через зрение, и через язык, и через наши действия, и больше всего через наши желания, через наши мысли. По сути, в словарях, которые мне удалось просмотреть, слово «соблазн» так и переводится, так и расшифровывается, что это очень сильное желание чего-то запретного. Нечто влекущее, как пишет словарь, и обольщающее. Приманка. В некотором словаре так и написано. Приманка или повод ко греху. Вы знаете, Слово Божье говорит, что несмотря на то, что соблазны являются как бы такой неотъемлемой частью нашей жизни, но есть ответственность. Во-первых, Христос указывает, что горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Но заметьте, в дальнейшем говорится и о другом. Не меньшее ответственность и не меньшее горе и тому, кто соблазняется, тот, кто подвергает себя соблазну. Давайте сначала обратим внимание на первую ответственность. О том, когда человек сам может быть источником для соблазна. Стихом выше написаны такие слова, что «Кто соблазнит из малых сих верующих меня, говорит Христос, тому лучше бы, чтобы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской». Друзья, вы не задумывались, почему такая категоричность, почему звучит такая некоторая жесткость, даже может показаться жестокость, такое наказание за то, что через человека приходит в мир соблазн. Ответ очень прост, потому что соблазняющий человек поступает точно так же, как поступает враг душ, человеческий, дьявол, задача которого с Эдемского сада ничуть не изменилась. Он пришел, чтобы соблазнить, чтобы искусить, чтобы прельстить и, как написано, погубить. Это его основная задача обольщать мир, обольщать людей. И кто поступает точно так же, поступает, как он, делает его работу. Недавно произошла одна история, в городе была достаточно большая авария, и человек, который был виновен в этом ДТП, когда приехала ГАИ, съемочная группа, и брали у него интервью, он еле вышел из машины, потому что был в сильном алкогольном опьянении. Но первое, что он сказал, когда его спросили, почему ты сел за руль в таком состоянии, он, знаете, что сказал? Очень расхожая фраза в нашем народе. Говорит, меня бес попутал. Потом, когда были уже более тщательные разбирательства, оказалось, что он был в большой компании, в которой все выпивали. И его друзья, его знакомые говорили, ну ничего страшного, ну ты рюмку выпил, ничего ж ты ж, смотри, у тебя 100 килограмм веса, ты можешь запросто сесть за руль и ехать. Потом еще одну, еще одну. И так происходит обольщение, так происходит соблазн, потому что те люди, которые находились рядом, поступали действительно, как враги души его. Вот еще пример. Христос долгое время говорил к народу притчами, какими-то примерами, аллегориями. Ну вот настало время, когда он подозвал своих учеников и решил им открыть, наверное, самую величайшую тайну, свою миссию, ради чего он пришел. И вот он говорит, что через какое-то короткое время мы придем в Иерусалим, меня распнут, но в третий день я воскресну. И один из учеников, мы знаем, о ком речь, Петр подходит ко Христу и говорит, не делай этого собою. Зачем? И написаны интересные слова. Христос, обращаясь к Петру, говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Заметьте, что апостол Петр, при том, что он хорошее, видимо, представлял для себя какой-то совет для Христа не обращает внимания на то, что Христос говорит, что будет воскресение, что он воскреснет. Как будто бы воскресение из мертвых было для Петра таким очень обычным делом, которое происходит каждый день, что на него не стоило обращать внимание, а он концентрирует свое внимание на муках, на казни, на смерти. И вы знаете, для нас это очень хороший урок. Нам иногда кажется, что мы сами все знаем, знаем лучше других, лучше всех. И наше поведение, наш образ жизни, вот он такой правильный, и что наши слова, наши поступки не могут быть для кого-то соблазном. Только не я, только не мои поступки. Вот кто-то со стороны может быть источником соблазна, но только не я. Друзья, Библия очень четко говорит нам, чтобы мы следили за тем, как мы поступаем по отношению к другим. Следить за тем, что мы говорим, даже как мы одеваемся, куда мы ходим, с кем общаемся, чтобы наблюдать за собой, не подавая соблазн окружающим людям. Апостол Пафиум неоднократно пишет, что лучше не есть, или в другом месте лучше не пить, не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Представьте себе, что какая ответственность лежит на нас, если от моих действий, конкретно от моих, мой брат, или сестра, или окружающие могут соблазняться, и не только соблазняться, даже изнемогать. И так возникает вопрос, что же делать, чтобы мои действия, мои поступки не стали действительно соблазном для кого-то. И Христос говорит, прежде всего не нужно быть источником, таким проводником соблазна. Апостол Павел как бы расширяет эту идею и говорит, нужно рассуждать о том, как бы не подавать брату в случае к преткновению и соблазну. Что это значит? Нужно рассуждать, нужно не торопиться что-то делать, даже если тебе кажется, что это правильно, даже если ты видишь, что человек поступает как-то не так, не торопись, не торопись исправлять, подумай, порассуждай над тем, не приведет ли, не приведут ли твои слова, не приведут ли твои действия к тому, что ты не пользу принесешь, а горчишь, будешь соблазном. Подумай, как отнесутся твои ближние к тому, как ты поступаешь, что ты делаешь, как ты выглядишь, ведь за них точно так же, как и за тебя умер Иисус Христос. Он так же, как и тебя любит этих людей, не меньше, чем тебя. И неужели ты хочешь сделать так, чтобы кто-то от твоих действий соблазнялся или даже изнемогал? Интересно, что сам Христос, даже в случае отношений с книжниками и фарисеями, заботился о том, чтобы не подать им соблазна. За несколько стихов до того места, которое мы прочитали в 17 главе, произошел интересный случай. К апостолу Петру подошли некоторые книжники и фарисеи, и с ними те, кто собирали дидрахмы на храм, такую подать. И возник у Петра вопрос закономерный ко Христу, так что нам делать? Платить, подать, не платить, как поступить? И Христос объясняет ему, что дети царя свободны от таких вещей и могут не платить, но чтобы не давать повод к соблазну, пойди, возьми уду, закинь в море, поймаешь рыбу и найдешь там то, что пожертвуешь на храм. Вы представляете, Петру нужно было все бросить и от храма уйти в каком-то неизвестном направлении к источнику воды, где ловится рыба, собрать какие-то снасти, поймать эту рыбу, разделать, взять эту драгоценность и отдать на храм. Ради чего? Они же могут не платить. Но чтобы не подать повода к соблазну, к искушению, Христос заботился даже о таких людях. И мы, друзья, смотря на Христа, смотря на Его вот такое отношение трепетное к тому, чтобы не быть поводом к соблазну, должны тоже поступать так же. И следующая мысль, та, которая заложена в этих стихах, заключается в том, что несмотря на то, что и соблазном надлежит быть, и ответственность, горе, как написано тому человеку, через которого соблазны приходят в нашу жизнь, в наш мир, тем не менее, Христос акцентирует внимание, что не меньшая ответственность лежит и на том человеке, который поддается искушению, поддается соблазну. У нас есть право выбора, у нас есть свобода воли, и мы не можем виновным считать только то обстоятельство или того человека, через которого приходит соблазн в нашу жизнь. Это теперь и наша ответственность, это теперь и наш выбор, и от того, какой выбор мы делаем, зависит, поддаемся мы соблазну или нет. Христос с очень грозным предупреждением обращается к соблазняющемуся человеку и говорит, что если тебя что-то соблазняет, отсеки это, избавься от этого. Даже если ты вдруг чувствуешь, знаешь или видишь, что это для тебя очень дорого, если тебе кажется, что это как-то необходимо, отсеки, избавься, иначе ты подвергнешься соблазну, иначе не устоишь, и иначе участь твоя очень даже незавидная в гиене огненной. Пагубность соблазна, как мы уже в самом начале об этом говорили и вспоминали, в том, что нас прельщает всегда что-то такое запретное, то, что влечет нас через наши органы чувств, через наши страсти, природные и естественные инстинкты, и мы можем уйти как-то и закрыться от этого мира, и закрыться от каких-то внешних проявлений соблазнов, но они могут рождаться и в закрытых стенах комнаты, и для соблазнов не важно, богатый ты человек или бедный, на какой социальной ступени ты находишься, потому что все соблазны исходят в первую очередь из нашего сердца, из нашей души, из того окружения, из той среды, где мы находимся. И Слово Божье говорит, что в искушении, вот когда тебя постигают вот такие события, такие ситуации, в искушении никто не говорит, бог меня искушает. И дается ответ, почему? Потому что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И тут для нас очень важно дать оценку, дать оценку моей реакции на встречающийся соблазн. Царь Давид писал в 15 псалме есть такой стих, часть него звучит так, и видел я всегда Господа пред взором своим. Очень хороший совет, действенный совет при любых соблазнах, при любых искушениях, от того, куда мы смотрим, во многом зависят и наши поступки, наша реакция на искушение. И тот же Давид, зная, куда смотреть, однажды посмотрел не туда. И все его знания закона и заповедей не прелюбодействуй, не пожелай чужого, ни его царская честь, ничего не возымело действия, потому что глаз прельстился и соблазн вошел в сердце царя и подчинил этот соблазн подчинил его себе. Вы знаете, я раньше думал, особенно тогда, когда только стал посещать церковь, что это большая редкость, когда человек вот все знает, и знает Библию хорошо, знает все эти заповеди, вот знает, как надо поступать, теоретически знает, и очень редко может с человеком произойти что-то наподобие, как произошло с царем Давидом, но сейчас, спустя вот уже многие годы, я понимаю, что риск искушения, риск падения перед соблазном тем выше, чем выше ты себя чувствуешь или выше, чем ты себя считаешь, вот интересное такое наблюдение, что перед тем, как упасть, в жизни царя Давида это был пик, он поднялся и возвеличился как могущественный царь, как могущественный завоеватель, и очень даже символично, что перед самым падением он поднялся на кровлю своего великолепного дворца, вот на самую высокую точку, на которую мог подняться, и с этой высоты упал. Самоуверенность и как бы самовозвеличивание это самые большие ворота, которые впускают в нашу жизнь соблазны. И вот почему, на мой взгляд, Христос именно вот в такой резкой форме, хоть и с аллегорией, сказал, что лучше калекой войти в Царство Небесное, чем целым гореть в огне вечном. Я вот думаю, мне никогда не попадались на глаза вот гордые калеки, да, вот люди, у которых есть какие-то увечья, инвалиды, чтобы вот они были такими кичливыми или гордыми или самоуверенными. И напротив, очень много казалось бы целых физически, но гордо шагающих в погибель. Гораздо лучше в глубоком смирении, понимая свою ничтожность перед величием Божьим, просить Бога о том, чтобы Он сам уберег от соблазнов и искушений. Сам Христос не стеснялся и в молитве Отче наш показывал пример. Он молил Бога, чтобы тот не допустил искушения и избавил от лукавого. Вы знаете, мы иногда переоцениваем свои силы, свой христианский опыт. И иногда нам хочется что-то доказать, что какие-то соблазны не имеют над нами власти или силы. Христос говорит, не искушай, не искушай Бога, потому что соблазн это очень коварный враг, очень непростой враг, который проникает может издалека и понемногу, а потом проникнув в сердце, действует очень разлагающее на всю жизнь. Чтобы противостать соблазну, не нужно долго размышлять о соблазне. Вот интересная мысль, которая тоже есть в этом тексте Священного Писания, который мы прочитали. Не нужно что-то прогнозировать, предугадывать, как-то сильно размышлять о теории соблазна. Нужно действовать, причем сразу и без промедления. Диалог с соблазном может привести к поражению. И вот почему бывает так, что с виду вроде бы ничего не предвещало каких-то потрясений, но вступая в диалог с искушением и соблазном мы имеем шанс проиграть. Даже позитивные какие-то добрые казалось бы эмоции, такие как жалость к человеку или жалость к самому себе тоже могут привести к падению перед соблазном. Кто-то думает, ну неужели я не заслужил или не достоин что-то сделать, как-то вот чуть-чуть приступить, сделать какой-то шаг, ну немного выпить или немного поиграть и уже даже попадаются какие-то мысли оправдательные, то есть не такой уж он и ужасный этот соблазн, этот грех, ничего особо страшного может и не произойти. Вы знаете, мы не так давно встречались с одной семьей и у них были очень большие переживания. Когда-то давно, до того, как они пришли в церковь, у главы семьи была одна зависимость, это азартные игры. Кто, может быть, сталкивался с зависимостью, знает, что это очень серьезная проблема, наверное, не менее, чем наркомания или алкоголизм. Человек круглосуточно и круглогодично играл в азартные игры, преимущественно в карты, проигрывал деньги, выносил все из дому. Но пришло время, Господь призвал его, и он исцелил его от этой зависимости. Прошло много лет, больше десяти лет, этот человек как будто бы навсегда забыл о том, что у него была такая проблема. Это было, не знаю, лет пять назад, наверное, и в городе появились такие зеленые автоматы стояли на углах, может быть, кто-то замечал их, там бросали монетки, и можно было выиграть значительно больше этих монет. Вроде бы ничего такого страшного. И вот он, проходя возле своего дома, прямо на перекрестке, каждый день встречался с этим игровым автоматом. Подходил к нему, рассматривал, думал, да, нет, ну, конечно, это не такие уж азартные игры, и не на деньги играю, так всего лишь на какие-то монетки, и это не карты. И вот так вот день за днем он находил себе оправдание, что, ну, ничего страшного не будет, если я один разочек сыграю в этом автомате. Прошлось совсем немного времени, и он оправдал это действие в себе и сыграл. А потом сыграл еще раз, а потом он вдруг встретил своих бывших друзей, которые пригласили поиграть в карты, и он вернулся к той же зависимости, от которой Господь его избавил. Слава Богу, что постом и молитвой, общением с друзьями, с церковью, он прекратил это делать, но это очень хороший пример тому, как небольшими шагами, небольшими уступками, если не отсечь это сразу, если не поставить категорический заслон, соблазну, как соблазн может проникать в нашу жизнь. Иисус в таких случаях не рассуждал. Когда Петр подошел к Нему и предложил пожалеть себя, избавить себя от страданий, Иисус не допускает даже мысли об избежании своей миссии, он не проникся жалостью к себе или жалостью к своей матери, к своим ученикам, друзьям, он не стал размышлять о том, как же они будут переживать, жить без него, если он пойдет на эту казнь, он просто сделал действие, он просто прогнал дьявола и не дал ему места ни в своих мыслях, ни в своих желаниях, ни в своих действиях. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн прозвучал, очень непонятно и обидно, быть может, для Петра, который хотел как лучше, но очень точно и категорично это прозвучало для того, кто хотел через вот такие добрые советы искусить Господа Христа. Сегодня Слово Божье дает нам очень четкую рекомендацию. Пусть даже вот с помощью таких образов, как жернов на шее и как отсечение тех самых важных органов чувств, через которые могут проникать соблазны, что должна быть от нас моментальная реакция на соблазн, отвергнуть его и не дать ему место в нашей душе и в нашем сердце. Пусть же Бог благословит всех нас, чтобы вот эти практические советы, эти мысли, которые мы прочитали в этих нескольких стихах, нашли отображение в нашей практической христианской жизни, чтобы когда мы встречаем на своем жизненном пути проявление соблазна, чтобы мы имели четкий план, четкое руководство, как нам поступить, чтобы и самим не быть проводником и источником соблазна для других, для наших близких, но и не поддаваться ему и проявлять твердость, которую проявлял наш Господь Иисус Христос и да поможет нам в этом Господь. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи и приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас!